Закон о прокаженном Закон о прокаженном Закон о прокаженном Итак, мы с вами прочитали Очищение человека, который Стал прокаженным Но в 13 главе до этого написано Там были такие слова Если у человека, и стоит на еврейском Слово Адам И мы знаем, что в Писании есть несколько Обозначений слова человек Это Адам, это Иш, это Нефиша, то есть он назван Душой, но в этом именно контексте, был назван Адам. И когда Бог творил все вокруг, написано, что Он словом творил землю, как земля расходилась, появилась вода, как Он словом творим, произрастет, животных, то в отношении человека ему пришлось лично руками слепить его, написано, я цер из глины, и вдохнул. У него дыхание, у нас дыхание вседержителя. И написано, после того, как Он вдохнул в нас это дыхание, человек стал душой живою. То есть каким-то чудным образом это все ожило, и человек стал слышать, человек стал видеть, человек стал живым. И у человека появилась кожа. Потому что кожа – это граница между людьми. Это то, что граничит с миром. И когда что происходит? Душа, как говорят многие комментаторы писания, прежде всего, это воля наша, это то, что я хочу. Это наш интеллект, как я мыслю, как я располагаю, или как я предполагаю. И это эмоции, что я чувствую. И это все наша душа, когда был создан Адам, и корень этого слова Димьон, то есть он должен был уподобиться создателю. И это все ум, воля, интеллект и эмоции, это все работало правильно. Но произошло то, что произошло. Человек ослушался, и в мир вошло похоть плоти, похоть очей, и гордожитейская. И границы, границы между человеком и человеком начали нарушаться. И когда мы делаем что-то неправильно, духовно я вам объясняю, нечистота входит вовнутрь, и чистая душа, в которой дыхание вседержителя, это чистое дыхание, она всегда стремится к чистоте. И она вот эту нечистоту, она выпирает извне. И у нас на границе на коже появляется либо пятно, либо нарыв, либо царапина, и человек стал прокаженным. И такого человека, такого человека нужно было привести к священнику. И кем был священник? Прежде всего, это был Аарон или потомок его. Почему Аарон был возведен в стан священника? Потому что мы знаем, что Аарон это был хранитель чистоты номер один, потому что он служил в храме или в Скинии. Номер два. У него была чистая душа, и как это выражалось, как многие говорят, это чистый глаз. Глаза, глаза, они являются зеркалом души. И Аарон, когда ему говорили, что такой прокаженный ждет тебя, он должен был оставить место чистого служения, где находился сам Бог, и выйти за стан к этому прокаженному. И если он видел, что человек одумался, он покаялся, прежде всего покаяться, нужно было человеку, он обливал этого человека чистым, и должна была исполниться вся процедура, то есть брались две горлицы, бралось кедровое дерево, бралось и соп, бралось и сосуд, в котором была чистая вода, закалывалась птица, и этим сосудом очищался человек. Это было в то время. Но и самое главное, что после этого, после этого человек должен был себя вести правильно. Что еще служило проказой? Это не только у нас язык. Мы помним, как Мирьям, она поставила под сомнение авторитет Маше, и то, что он всегда пользуется волей Божьей, и она противостояла, и ее накрыла проказа. Мы помним, когда один из царей, он захотел стать священником, и он вошел туда, куда ему не следовало выходить, и накрыла его проказа. Мы также помним царя сирийского военачальника, которое написано, он был хорошим военачальником, и его накрыла проказа. И мы помним, что через еврейскую девочку он узнал, что он может прийти в Израиль пророку, и пророк ему скажет, что делать, и он исцелится от этой проказы. И когда написано про Неймана, он вошел, в Израиль пришел, его встретил пророк, который говорит, ты должен семь раз окунуться в Иордане. Он говорит, я не пойду в это болото, неужели сирийские реки лучше, чем это болото? Но когда гордыня его опустилась, и он пошел и семь раз окунулся, он очистился. и какое было его желание? Его желание было взять с Израиля чистой земли, потому что он такие слова сказал, после этого я не смогу на нечистом месте поклоняться Богу. С этим очищением он увидел того, кто дает это очищение. и в этой связи я никак не могу не вспомнить человека, который про себя написал такие слова. Обрезанный восьмой день из рода Израиля колено Вениаминова еврея от еврея по учению фарисей по ревности гонитель церкви Божией, по правде законы непорочный, но что для меня было преимуществом, то ради Мессии я пошел читой, да и все почитая читой ради превосходства познания Ишио Мессии, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Мессию и найти с той не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру в Мессию, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его силу воскресения и участие в страданиях, сообразуя смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю вам так не потому, что я уже достиг или стал совершенным, но стремлюсь, не достиг ли я, как достиг меня Мессия. И мы помним, кем был Павел. Павел был одним из величайших апостолов, но он говорит, что я все оставил и все почитаю за ссор, чтобы познать силу воскресения, чтобы достигнуть того, как Ишо достиг меня. И теперь мы с вами вспомним, как достиг его Мессия. Павел был гонителем мессианских евреев. И с ним произошло, что на пути в Дамаск он увидел того, кто является светом, кто является тем, кто очищает душу. И душа Павла, она встретилась с тем, кто очищает душу и отреагировала таким образом, что он стал слепым. Представьте состояние человека. Три дня это была катастрофа. Я не представляю, что он пережил, что он думал, но я думаю, что он каялся, и через три дня Бог вернул ему зрение, и он сказал, это будет тот чистый сосуд, который пойдет проповедовать по всему миру, и он будет заходить даже к царям. Но этому предшествовало покаяние и очищение. И вы помните слова Иоанна Крестителя, когда он видел фарисеев, которые шли к нему погружаться, он им говорит, порождение и хидрю, совершите достойный плод покаяния, и не думайте прикрываться тем, что вы являетесь, что у вас родословие, как у Павла, не думайте этого делать, совершите достойный плод покаяния. Иоанн погружал только тогда, когда человек действительно покаялся, когда его жизнь менялась, и только после этого он погружал. Павел понял одну вещь, что в этой жизни истинным тем, кто очищает и дает жизнь, это является Иешуа. И спасение души это не единоразный акт, как написано, если вы исповедуете Иешуа Мессией, а сердцем веруете, что Господь воскресил его из мертвых, то спасетесь. Это не есть так. Это не единоразовый факт. Павел говорит, с страхом и трепетом совершайте свое спасение. И он говорит, что я еще не достиг, я в процессе достижения, чтобы познать великую силу воскресения. Это то, что давало ему жизнь, это то, что давало ему силы. Мы помним учеников, которые были до воскресения, которые не видели Иешуа воскресных. Когда Иешуа до последней вечери говорит, что один из вас, который вмокает хлеб, он предаст меня, что ученики сказали, не я ли Господи, не я ли Господи. И прошло время, и тот, кто говорил, не я ли Господи, они все разбежались. Но после того, когда они увидели Мессию воскресшим, и когда он на них дунул, они получили силу Святого Духа, и у них пропал всякий страх. И только после того, как они познали, что такое воскресение, они пошли и проповедовали, и делали то, что им нужно. И в завершении я хочу сказать то, что сказал Виктор на той неделе, что бодрствуйте, трезвитесь, ибо противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев. И Писание говорит, если тот, кто думает, тот стоит, берите, чтобы не упасть. Пророки говорили, да не хвалится сильной силою своей, да не хвалится умом своим, да не хвалится богатым богатством своим, а хваляющийся, хвалясь тем, что разумеет, что я Господь, дающий правду, дающий милость и дающий силы. И как сказал Илюша, смотрите на Илюша. Спасибо.